Добрый день! Это проект «До и после». Сегодня празднует свой день рождения известная актриса Вера Алентова, которая для миллионов поклонников стала олицетворением женского счастья. Помните эту легендарную фразу «После сорока жизни только начинается». И как хотелось бы уже повзрослевшим детям нашей сегодняшней героини, чтобы их мама тоже нашла свое женское счастье. Ну или хотя бы вспомнила, что она не только мама, хозяюшка, дачница и огородница, но и еще вполне привлекательная дама. Заявку от детей мы получили, история нам понравилась. И вот Татьяна сегодня на нашей съемочной площадке. Встречаем! Рябчикова Татьяна. Возраст 54 года. Размер одежды 52-54. Рост 164 сантиметра. Семья – дочь и сын. Род деятельности – швия. Татьяна, заявку отправили ваши дети, ваша дочь. Как вы думаете, почему? Наверное, изменить что-то во мне. А как вы думаете, что им вас не нравится? Наверное, повседневная серость, все в темных тонах. А вы сами так думаете? Уже да. Как вы видите себе, как представляете результат? Ну, что-то неожиданное, приятное и, скорее всего, яркое, наверное. Ничего не боитесь? Нет. Ну, я напомню, что заявку отправила дочь Татьяна, ее зовут Екатерина. И вот в ее письме были очень, на мой взгляд, правильные слова о том, что женщина в 54 и может, и должна быть привлекательной, яркой, свежей. Молоденькой, да? Молоденькой, да. А я вот думаю, что, видимо, у Татьяны с дочерью какие-то разногласия на этой почве. Что Татьяна так не думает. Ну, если бы она была, ну, то есть, так убеждена, то, наверное, сама бы отправила заявку. Да, скорее всего, ты права. И тем более, что Катя пишет, что все свободное время и все мысли мамы, они направлены на огород, на выращивание овощей, фруктов, на облагораживание садового участка. В комфортную зону забрала женщина. А не облагораживанием себя. Девочки, вообще, это нередкая история среди женщин среднего возраста. Я называю это психологией огородницы. Звучит немного обидно, но это тем не менее, это факт. Ну, от правды не любишь. Ну, в этом случае не пропадут ли наши старания даром? Да, да. Возьмем и на проект, участвует она, преобразим. И что потом, она вернется к своим огурцам-помидорам? Наташа, ты как-то пессимистично настроена. Я вот думаю, что Татьяна увидит себя в зеркале, посмотрит и поймет, что она давно уже такой себя не видела. Или вообще даже никогда себя не видела. Вот точно. И скажет, а может я пойду в ресторан или в театр? Да, зачем мне огурцы? Да, 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 да. Ряд-таки нужны. А я еще ничего. Вот-вот, новый образ Татьяны реально поможет ей разнообразить жизнь. Уже один этот день на проекте реально поможет разнообразить ее жизнь. Пойдемте работать. Давайте, давайте начнем уже. Анна Самеева, стилист проекта. Татьяна, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, как дамы среднего возраста боятся показать свою фигуру, прячут ее под большим размером одежды, хотя под ней скрывается вполне приличная фигура. И сегодня, обратите внимание на манекен, мы будем смотреть блузки и юбки, которые уравновешивают фигуру и делают ее песочной. Я имею в виду фигуры песочной часы. Посмотрите, здесь у нас идет ярко выраженная талия. И не бойтесь объемных юбок. Это могут быть в плесе, либо это может быть из ткани очень плотной и тоже в складку. Можете комбинировать с блузками различными, кардиганами, которые действительно уравновесят вашу фигуру и сделают ее более женственной. Следующий момент, которого боятся, это джинсы. Думаю, что они предназначены только для молодых девушек, но это совершенно не так. Джинсы обязательно должны быть, но они должны быть очень правильной формы. Татьяна, обратите внимание, должны быть очень плотные посадки на талии, чуть выше средней. Плотно облегать бедра. И в целом, обратите внимание, длина должна быть полуподлегающей. Таким образом, фигура будет вытягиваться и смотреться более стройно. Конечно, хочется порекомендовать вам платье. Обратите внимание на это платье вместе с курткой, которая как раз-таки будет очень хорошо к весеннему сезону. Посмотреть, платье очень обычное, но оно из шелковой ткани, очень плотное и очень качественное. Это может быть сочетание двух оттенков, где боковые линии будут вас делать более стройной. Опять-таки подчеркивать вашу фигуру песочных часов. В гардеробе Татьяны появились интересные новинки. Следующий шаг на пути к преображению – салон красоты. Татьяна, здравствуйте. Ну, видимо, после вашего последнего похода в парикмахерскую, дочь посмотрела и поняла, что ситуацию нужно спасать, и отправила заявку к нам. Ну, стоит только гордиться таким ребенком. Готовы? Тогда приступаем. Парикмахер заканчивает свою работу. К своей приступает профессиональный визажист. Наташа Попова. Визажист проекта. Женщина прекрасна в любом возрасте. Это аксиома. Но секрет ее привлекательности в ежедневной работе над собой. О правилах домашнего ухода для дам зрелого возраста расскажет наш следующий эксперт. Уход за лицом в лучших восточных традициях. Мы предлагаем нашей героине и всем женщинам чуть-чуть за, которые хотят сохранить молодость и свежесть своего лица надолго. Эта благородная линия премиум по уходу за зрелой кожей основана на древних традиционных рецептах красоты корейской династии Чосон. В ее составе отборные лекарственные травы, используемые в восточной медицине, золотые частицы, экстракты цветов лотоса и различных масел. Благодаря этим натуральным компонентам линия прекрасно питает, разглаживает морщины, подтягивает контуры лица и борется с возрастной пигментацией и куперозом. Февраль не самый благоприятный месяц для нашей кожи. При сильных морозах и ветрах наша кожа стремительно теряет влагу, грубеет, травмируется, шелушится. Нашей героине мы предлагаем потрясающую линию по уходу за телом на основе овсяного комплекса, масел ши и какао. В линию входит увлажняющее молочко, увлажняющий крем, масло для тела и масло для тела и лица. Все средства серии прекрасно питают и увлажняют даже самую сухую и чувствительную кожу, что позволяет сохранить ее молодость и красоту. Привлекательный внешний вид и здоровье неразрывно связаны между собой, особенно в возрасте нашей героини. Об этом прекрасно знают специалисты СПА-салона и рекомендуют пройти следующие процедуры. Нашей героине рекомендуем принять оздоровительную процедуру пантовой ванны. Ранее люди специально ездили на популярный курорт Горного Алтая, чтобы получить процедуру с использованием панто-препаратов. Впервые в Улан-Удэ такие процедуры доступны для каждого жителя. Состав пантов настолько разнообразен, что позволяет обеспечить нашему организму общие укрепляющие и тонизирующие свойства, обладая противовоспалительным, защитным и омолаживающим действием. В нашем регионе с сибирским холодным климатом лечебная косметология просто необходима. Например, очень эффективная и бережная процедура дренажный коктейль на основе длинного обертывания в сочетании с дренажным массажем, который дает мощный лимфодренажный эффект, способный в кратчайшие строки привести в порядок кожи тела. Также нашей героине мы можем предложить уходовые процедуры за кожей лица и тела, моделирование и окрашивание бровей, наращивание и биозаивка ресниц, японский, аппаратный и классический маникюр-эпидикюр, депиляция воском и шугаринг. Выполненные высококлассными специалистами, эти процедуры позволят нашей героине чувствовать себя уверенной и неотразимой. А в салоне тем временем почти все готово к главной интриге программы. Татьяна, ну у нас все готово. Готовы ли вы? Да, готовы. Я очень надеюсь, Татьяна, что вам понравится. И пообещайте, что будете больше уделять себе внимания. Обещаю. А теперь открывайте глаза. Позвольте мне эти очки. Ах! Кто это? Это я? Вы все видите? Вы все хорошо видите? Девочки. Я вообще в шоке, конечно. Неужели я могу быть такой? Такой красивый. Спасибо большое. Такой красивый и молодой. У меня больше нет слов. Одни эмоции. Мне надо прийти в себя, по-моему. Да, вам нужно немножко прийти в себя, разглядеть себя, познакомиться с собой новой. Да. Мастера постарались на славу Татьяну не узнать, но впереди ее ждет еще одно приключение – профессиональная фотосессия. Алексей Зубарев, фотограф проекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как нет-то? Оптик! Ах, какая я! А мы новые позы прикинули! А у меня просто ноги длиннее! Ну а на этом у меня всё пошло вон из кадра. Ну да! Я всё равно красотка Алёшка! Давай сюда катись!